Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами будет всё, что я люблю, всё, что я прям обожаю, реально. Это брокколи. Вот так вот они выглядят, кто не знает, брокколи. Привет! Дальше здесь у нас маслины, сосисочки, яичница из двух яиц и опять брокколи. Но жраться, как вы поняли, уже сегодня мы не будем. Во-первых, вечер. Во-вторых, не вижу смысла. Нет, вот иногда у меня бывает такое, что мне прям хочется ведро душ пера, а иногда бывает, я просто сижу, мне хочется что-то перекусить, снять видео, поболтать с вами, что-то вот такое вот милое. Сейчас у меня какое-то такое игривое настроение. А всё, почему? Почему? Наконец-то я иду записываться в автошколу. Просто, наконец-то, какие сосиски! Какие обалденные сосиски! Я вам даже скажу, это... Скажу, сделаю им пиар. Просто очень вкусно, реально. Прям чувствуется. Как будто они прям сделали из мяса. Из мяса как будто сделано. В общем, чем я хотела с вами поделиться радостной новостью. Наконец-то я иду получать права. А, точнее, я записываюсь в автошколу. Давно уже хотела. Внуки никак не доходили. Хотела какую-то такую автошколу, которая очень близко к моему дому. Я хочу сдать сама. Пусть даже с 20-й попытки. Я уже придумала, по какой схеме я буду работать. У нас есть такие уроки. 20 минут 1 час. И ты ездишь по городу вместе с учителем. У учителя рядом тормоз. И в любой момент он может притормозить. Чтобы чувствовать себя увереннее. Чтобы научиться парковаться. Все эти тонкости. Я решила все это делать с учителя. Да, у меня есть знакомые, у которых есть машины. Но мне не хочется их всех беспокоить. Ой, да научи. Ой, да покажи. Лучше всего сама как-нибудь. Я решила, что я буду прям в этой школе учиться. Я буду ходить на уроки. Уроки 3 раза в неделю в течение месяца. Я решила, что я буду сдавать экзамен на азербайджанском языке. Хотя там есть выбор. Можно и на русском, и на английском, кстати. Вот. Я буду именно на азербайджанском языке. Чтобы, во-первых, лучше знать правила дорожного движения на азербайджанском языке. Во-вторых, чего заморачиваться. Тем более, если я захочу на русском языке, то мне надо будет нанимать специального учителя, который индивидуально со мной будет заниматься. А это стоит в 2 раза дороже. Возвесьте все за и против. Я поняла, что лучше всего это доставать на азербайджанском языке. Я потихоньку буду делиться с вами своими впечатлениями о школе, как, что проходит. Завтра я иду все это уточнять. Там очень много моментов. Например, я не хочу сдавать экзамен на механике. Я не знаю, можно ли сразу на автомате. Короче, я без понятия, потому что мой отец получал права давным-давно. Мой брат тоже получал права, когда ему исполнилось 18 лет. Это было тоже достаточно давно. Давно и не здесь. Поэтому не знаю, с какими трудностями я столкнусь, но я готова ко всему этому. Потому что планы на 2020 год, которые я написала на листочке в Новый год, один из планов как раз таки и есть. Получить права. Еще, кстати, у меня часто бывает такое, что в Инстаграме мы начинаем общаться с какой-нибудь моей подписчицей. И мы очень хорошо подружились с одной девочкой, которую зовут Гюнель. Гюнель, тебе огромный привет. Я очень рада, что мы с тобой подружились. Вот сейчас, наверное, как раз таки она и пишет. Нет, не она, но все же. В общем. И она задавала такой вопрос и просила порассуждать вообще на тему о женской дружбе. Верю ли я в женскую дружбу. Многие утверждают, что женской дружбы не существует, как я считаю. Я вам и раньше говорила. Я скажу еще раз. Я считаю, что женская дружба, она существует. Если вас кто-то предал, не спешите обвинять человека, который вас предал. Обвиняйте себя. Значит, вы что-то сделали не так. Значит, вы выбрали не того человека просто. Поэтому не нужно, знаете, бросаться с кулаками на людей и говорить. Вот ты меня предал. Нет, это ты виноват, что ты выбрал не того человека. Поэтому я верю в женскую дружбу. У меня есть подруга, подруги. Самая, наверное, близкая это Шелли. И вы знаете, были такие ситуации, вот реально, в которых я понимала, что этот человек настоящий мой друг. И даже вот на права мы идем вместе. Две подружечки. Кстати, я вам ссылочку на Шелли оставлю в инфобоксе. Обязательно подписывайтесь на ее инстаграм. Очень закрытый профиль, она всех принимает. Так вот, была такая ситуация. Я пошла в миграцию. Миграция находится на Айна Султаново. Кто живет в Баку, тот знает, кто это находится. И вот я доехала до Айна Султаново. Пошла, сделала все свои дела в миграции. И потом я обнаружила, что, оказывается, кошелька у меня-то нет. Я просто доехала с помощью копеек, которые у меня были в куртке. И больше копеек-то и не было. И это я заметила тогда, когда платила копейки за ксерокопию. Я полезла в сумку и увидела, что, оказывается, у меня кошелька-то и нет. Я не знала просто, что делать. Стоять милостью, не просить. Вот что делать в таких ситуациях. Вообще у нас в Азербайджане люди очень-очень добрые. Если вы попросите у кого-то, не знаю, там, пару копеечек, вам обязательно дадут. Вот. Но мне было настолько стыдно. Даже вот эти 20 копеек у кого-то, у прохожих, попросить. Ну, реально, это очень стыдно. Но по мне так точно. И я вообще не додумывалась до того, что можно было вызвать такси, искать таксисту, что я поднимусь наверх, возьму деньги и заплачу тебе. Не додумывалась. Я взяла, позвонила Шелли и говорю, что у меня такая ситуация. И что она мне сказала? Стой на месте, я еду. Буквально за полчаса она приехала и, честно, выручила меня. И эта ситуация, прям, знаете, меня охарактеризовала этого человека. Я реально это запомнила на всю свою жизнь. И мне очень приятно, что у меня есть такие друзья, которые меня могут выручить. Мне кажется, любой другой друг сказал бы, слушай, у меня сейчас дела, я не знаю, там, ну, попроси у кого-то 20 копеек. Или, например, другие ситуации, да? Я сидела на экзамене, ну, не совсем экзамен, коллоквиум, да? Ну, как контрольная, наверное, не совсем экзамен, прям, вот. Я сидела, и у меня не было мегапайтов, а у меня такой тариф, что у меня WhatsApp бесплатный только. То есть сколько хочешь, можешь переписываться, но фотографии отсылать не можешь. Так как Шелли училась на курс выше меня, я просила ее найти в интернете информацию на эту тему и кинуть мне не в форме фотографии, как скриншот, а как текст, копипест. Вот. И она каждый раз это делала, и это реально очень приятно. Или, например, ситуация, она была в Грузии два месяца, я платила за ее кредит, и у нас даже в голове не появляется мысль, что она отдаст эти деньги мне завтра или нет. То есть вообще никогда друзья должны быть такие. Женская дружба, она существует. И не надо так думать. Если вы разочаровались в одном человеке, это не значит, что все люди плохие. И опять же, если ты разочаровался в этом человеке, это говорит о том, что ты ошибся. Ты слишком много надежды возлагал на этого человека. А он не виноват. Ребята, сисисечки большие, но очень вкусные. Просто миллион ситуаций у меня было, Шелли, вот таких вот, да, когда я понимала, что она действительно, действительно меня любит как подругу. Вообще она, знаете, такой независтливый человек. Я вам уже рассказывала, да, я в университетские годы занималась маникюром, и ни одна из моих одногруппниц не приходили ко мне на маникюр, хотя я делала, ну, дешево, не могу сказать, что прям супер, но они ходили к мастерам, тоже, которые не делали вау, да. Никто, по большому счету, меня не поддерживало. Вот. А Шелли, она то ли два, то ли три раза прям ко мне ходила, да даже больше. Потом я уже ей бесплатно делала, так как она моя подруга. Я даже научила ее делать. Поэтому, ребята, не надо обвинять никого. Все круто, жизнь прекрасна. Вот. Я люблю, когда брокколи остаются немножко вот такие вот жестковатые. это кайф. Просто кайф. Очень надеюсь, что в этот раз проблем с микрофоном не будет. Я выложила сегодня утром в сторис о том, что сняла видео, а качество ужасное. Микрофон, оказывается, не был подключен. Блин, насколько надо быть тупым, извиняюсь за выражение, чтобы не воткнуть вот этот вот микрофон в камеру. Вот как я это сделала, я вообще не понимаю. Я, значит, снимаю видео про шляп. Целый час болтаю о том, о сем. Оказывается, ничего не подключено. Я сняла инста-сторис, где я вам рассказала об этой проблеме. Все как один мне написали, выкладывай видео. А я подумала, почему бы нет. Какая красота. Вот прям сырный соус, пока я, кстати, не сказала. Пойду закупаться. На завод Слобода. С сырным соусом. Очень вкусно. В процессе обучения в автошколе я буду говорить о своем мнении. Может, среди вас тоже есть, кто хочет получить права. Не реклама, ничего. Просто хочу поделиться с вами своим впечатлением, своим опытом. Я думаю, что вам будет и полезно, и интересно. Очень вкусные сосиски. Вот именно эти всегда берите. Реально, я пробовала разные. Но ни одни мне настолько не нравятся, как эти. И когда была у бабушки в деревне, то в магазине продавались сосиски, которые стоят 2 доллара. Так, в общем, да. За 2 доллара какие сосиски могут быть, если килограмм мяса, например, стоит 7 долларов. Но я в долларах говорю, чтобы всем было удобно. По своему опыту могу сказать, что слишком дешево. Сосиски и колбацки брать не стоит. А еще сегодня позвонил мой друг детства. Представляете, лошадь укусила его вот сюда. И получается, что у него рука сейчас сломана в кипсе. Я всегда думала, что лошадь это такое безобидное создание. Но он сказал, что типа, это какое-то бешенство. Или что-то такое. Я всегда, когда в деревне вижу лошадей. Я немножко и побаиваюсь, конечно, но все-таки для меня лошади это какие-то супер милые создания. Брокколи. Последнее. Просто вкуснятина. Яблочный сок бомба. Каждый раз буду покупать его. Он настолько кисло-сладкий, как я люблю. Обалденный. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Всем желаю удачного дня. Всем пока.